Всем привет дорогие друзья, с вами Феостован и это очередной выпуск посвященный игре Битва за Трон или Революция ВКонтакте, кому как больше нравится. Итак, друзья, у нас сейчас 6 миллионов золотых, 2 миллиона 100 тысяч хлеба и я даже не знаю что делать. Дело в том, что все находится на стройке, деньги мне сейчас, ресурсы тратить некуда, вот у нас пушка, зекурат, штормовой шпиль улучшаются и что еще, и штаб я поставил на улучшение. Да, у меня сейчас база очень уязвима, вот я не знаю, меня очень расстроило то, что раньше можно было за квесты получать рубины, сейчас как я понял это отменили и единственная возможность получать рубины это зарабатывать боевой дух. Вот за 1000 боевого духа мне дали бы 100 рубинов, но его еще нужно набить и это не так уж просто, тем более сейчас, сейчас я очень слаб перед атаками других врагов, но какие основные оборонительные сооружения? Во-первых, в первую очередь это башни огня, потом зекураты, потом штормовые шпили и пушки. Вот у меня сейчас 3 таких очень важных сектора обороны базы находятся на улучшении, помочь мне они ничем не могут в данный момент. И самое ближайшее здание закончит улучшение, ну вот через 4 часа, тогда мы и сможем уже тратить наши денюжки. Ну а пока что, пока что давайте наверное вот в кузнице что-нибудь поставим на исследование. Хотя, сейчас тут можно исследовать те войска, которыми я и не пользуюсь. Но на будущее пускай, что просто так простаивать. И давайте наверное, даже не знаю, кому-нибудь отомстить или миссию попроходить. Давайте наверное все-таки миссию, мстить я буду за кадром, но потом пока войска будут готовиться, я вам покажу как на меня нападали другие игроки. Итак, карта мира, наша ближайшая миссия, высохший берег. А, нет, высохший берег это то, куда нам надо, а наша ближайшая миссия это скала печали. Отправляемся. Так, 2 зиккурата, 2 башни, все довольно таки трудно, но будем пробовать. Так, ну и давайте по тебе разочек ударим. Так, теперь время выпускать наших энтов. 2 здесь и 2 здесь. Стрелка давайте выпустим. Призраков. Призраков здесь. Ну призраки наверное должны снести. Обычно они себя довольно хорошо показывали вот в подобных миссиях. Да, башни огня уничтожены и призраки сносят все остальные постройки. Награбили по 400 тысяч ресурсов. Ну золото не будем брать в расчет, все равно у нас склады и так переполнены. Но хотя бы чуть-чуть прошли сюжетную ветку. Сейчас я сделаю заказ войск. Даже не знаю. Обычно я посчитал, что мне при 4 казармах нужно 1,5 часа в каждом здании. Но так как мы потратили не все войска, то войска можем подготовить быстрее. Но все равно давайте я уже по привычке, как я привык заказывать, так и будем действовать. Так, вот здесь 1,5 часа. Здесь 1,5 часа и еще 3 призрака здесь надо заказать. Так, сколько у нас магов? 12 штук, да, не хватает. А эльфов мы так и не использовали с орлами. Ну ладно, ждать все равно придется 1,5 часа. Ну а пока мы ждем, давайте отправимся на почту и посмотрим вот этих двух противников, которые нападали на меня. Всем остальным я, кстати, отомстил за кадром, правда. Итак, давайте посмотрим. Так, парень выводит из строя нашу башню огня. Атакует нашу пушку и другую пушку. Зачем-то он 2 пушки подранил, лучше бы, на мой взгляд, 1 снес. Выходят призраки. Их тут пытался наш Зекурат маленько поддамажить, но ничего не вышло. А пушки в это время отвлекали на себя энты. Так что призраки спокойно все разбили и теперь нашу беззащитную базу рвут на части. Ну ладно, думаю, исход сражения ясен. Возвращаемся домой. Так, кстати, призраки. Ну, такой же прокачки, как и у меня. Ладно, давайте посмотрим следующий бой. Итак, нападала на меня еще Леди Фея. Тоже 100% победа. Использовала 4 драконов, 40 орлов, 5 троллей, героев. Даже Король Проклятых у нее есть. Давайте посмотрим хотя бы, как этот Король Проклятых выглядит в бою. Итак, один шпиль поддамажила. Второй тоже. Ни один из них не уничтожила до конца. А нет, вот один все-таки добила. Но ничего, подожди. Скоро мы шпили будем улучшать. Вот 5 миллионов золотых на это требуется. У нас сейчас 6. Если никто не ограбит, то следующей постройкой мы, наверное, будем улучшать шпиль. Башня Огня бьет от этого дракона. Одного уничтожили, кажется. Но вот один еще летит. Куча орлов тут. У нас шпиль, конечно, работает на всю мощность, но не успеваем мы. Вот, кстати, дракона снесли. Это тоже хорошо. Башня Огня тут тоже бьет по врагам. Но, тем не менее, не справляемся. Вот такая вот атака впервые увидел. Точнее, нет, не впервые. Драконы на меня уже нападали. И, кстати, драконов я скоро смогу даже сам делать, если улучшу казарму. Не знаю, правда, насколько они хороши в бою. Мне кажется, что я и со своими войсками справляюсь неплохо. Но у нас скоро расширится штаб, и мы можем даже включить в нашу армию уже в привычный закуп еще и драконов. Ну, а пока что, пока мы ждем войска, надо заказать магию тоже, потому что я ее постоянно забываю. И встретимся попозже, когда войска будут готовы. Ну, что ж, друзья, наше войско готово. И обратите внимание, я зашел в игру, а меня тут, оказывается, ограбили. Сейчас посмотрим, что у нас украли. Так. Где тут наша почта? Сначала дары. Ну, а теперь грабители. Грабители снес нам 79% базы и... И украл 700 тысяч золота. Давайте попробуем сразу же ему и отомстить, сразу наказать. Войска есть. Магия, по-моему... Так, про магию я никогда не уверен. Магия тоже есть. Ну, раз магия есть, значит, ничего нам не вмешает. Давайте в бой сразу вот этому неверному, который у нас упер целую кучу ресурсов. Так, что у него? Одна башня огня второго уровня, два зеккурата четвертого и третьего уровня. Не вижу ничего сложного для уничтожения. Да-да-да, я готов ему отомстить сразу же и немедля. Сразу сносим два зеккурата. Что у него здесь остается? Башня огня да тяжелая пушка. Ничего сложного. Так, давайте сразу несколько энтов. Сразу призраков выводим на поле боя. Ну и все, от врага уже ничего не остается. Призраки сносят все на своем пути. Мне даже можно не особо заморачиваться на другие войска, да? Я думаю, призраки и без помощи успеют все снести. 52 секунды. Ну давайте здесь небольшую группу... Давайте эльфов-лучников высадим, они все равно быстро строятся. Пускай помогает. Так, ну вот и все, неплохо отомстили. У нас украли 700 тысяч золота, мы в ответ украли миллионы. Да и хлеба 600 тысяч, что тоже немаловажно. Наши склады опять забиты и, к сожалению, делать с этим пока что нечего. У нас до сих пор нам нужен строитель свободный. Через 25 минут он у нас освободится. Ну и за это же время, ну, наверное, чуть-чуть побольше, мы как раз построим новое войско. Так, давайте сейчас распределим помаленьку. Так, сколько там 30 минут, допустим, 3 призрака. Нет, 3 мало. 5 призраков строится 49 минут. Здесь 5 призраков. Обычно мы, по-моему, по 18, да, заказывали. То есть здесь 5, еще 6, 7, 8, еще надо 3. Ну, допустим, в каждом бараке по одному. Так, теперь эти по часу, а здесь 30 минут. И нам еще нужно эльфов сделать до... А, и энтов нам еще, да, надо. Здесь мы только одного заказали, а нам-то надо больше. Еще одного энта. Это уже час. А нам надо еще больше. Полтора. Ну, вот никак нам не удается как-то скосить это время. И 25 лучников. Все равно примерно полтора часа ждать. Ну, ладно, бог с ним. Я бы мог там, конечно, выиграть 10 минут, если по-другому распределить. Но толку в этом мало. Забираем свой хлеб и ждем, пока подготовятся наши войска. К тому времени у нас и строитель освободится. Я поставлю на прокачку шпиль и маленько потрачусь на стены. А, и тогда и увидимся. Итак, дорогие друзья, у меня наконец-то готова армия. Но прошло уже примерно почти сутки. Ну, не сутки, но полсуток я уже успел выспаться. И нас тут ограбили. Украли целый миллион 200 золотых. Нам опять не хватает на штормовой шпиль. Правда, не знаю, может, если шахта собрать хватит. Но давайте для начала, наверное, отомстим. Так, сначала соберем дары. Итак, на нас напали два раза. Один парень, вот этот Урюки. 95% базы нам снес. Давайте посмотрим. Использовал он 60 орлов. Неслабых орлов у меня таких нет. 4 энта, да и еще ветрокрылую с поведителем холода. Давайте посмотрим. Так, пошли деревяхи. Деревяхи отвлекают на себя огонь всех орудий. В это время вылетают орлы. Ну, тут зиккурата, конечно, шпили маленько орлов били. Но, как я и говорил в прошлом видео, у нас один зиккурат на улучшение, один шпиль на улучшение. Так что, пока что мы слабо отбиваемся. Хотя вот шпиль как раз и улучшился. Так что все три шпиля были на время боя. Но не справились. Уж больно сильные орлы. Тут еще есть небольшой уголок из четырех башен. Так, давайте, ребят, быстрее. Уничтожили одного героя. Там еще повелитель холода идет. И эта толпа орлов возвращается. Но пока они бьют нашу базу, пушки их маленько еще посшибают. Но все равно слабовато, да? Слушайте, мы их даже добьем, да? Нет? А, это только по земле бьют эти две башни. Поэтому орел с ними справился. Ну, ладно, давайте, ребят, вернемся домой. Один миллион у нас украл этот парень. Надо ему как-то отомстить. Давайте попробуем. Не знаю, чем черт не шутит. Сначала проверим, есть ли у нас все необходимые заклинания. Так, нам нужно пять молний. Ну, ладно, пока они строятся, мы посмотрим второй бой. Итак, на нас нападал креветка. Снес 62% базы. Смотрим повтор. 76 орлов послабее, чем у предыдущего врага. И пять молний. А, кстати, предыдущий, он, по-моему, даже с заклинаниями не пользовался. Просто в наглое все снес нам орлами, без магии. Так, ну, три шпиля стоит, но все зиккураты нам враг уничтожил. Шпили помаленьку выводят орлов из строя. Тут еще и огненная башня помогает. Но мы все равно не справляемся. Или справляемся, а вроде по чуть-чуть уничтожаем, да, врагов? Два шпиля стоит. Вот этот, правда, слабенький еще, но он тоже свое дело делает. Да, ребят, вот так мы отбились, но дорогой ценой. Сколько, кстати, он у нас украл? 500 золотых и 500 хлеба. Ну, этот парень послабже. А у нас тем временем заклинания готовы? Нет, еще не готовы. Или это как какой-то глюк анимации? Такое у меня периодически случается. Ладно, давайте будем считать, что готовы. Они обычно быстро подготавливаются. И пойдем, пойдем попробуем напасть на урюки. Так, парень, что у тебя? У тебя две башни огня. Это уже не очень просто. Оба второго уровня. Зиккурата-то мы снесем, а вот башня огня, и до них добраться не очень близко. Ну, ладно, давайте попробуем. Ага, игрок под протекцией. Ладно, тогда возвращаемся домой. Как насчет тебя, креветка? Ты мститель, тебя мы наказать не можем. Ну, ладно, тогда удаляем. Кто там еще остался? Берлин. Берлин химии. Давай накажем тебя. У тебя три зиккурата, три штормовых шпиля, две огненные башни, одна из них третьего уровня. На самом деле не слабо. Я даже не знаю, как с тобой справляться-то. Ну, допустим, я выведу вот эти два зиккурата из строя, попробую снести огненные башни призраками, но что-то сомневаюсь в успехе подобной операции. Ну, давайте проверим. Почему нет? Мы же ничем особо и не рискуем. Так, вот ты третьего уровня, да, давайте тебя маленько поддамажим. Теперь пошли у нас энты. А здесь вот два, пускай отвлекают огненную башню. Желательно обе огненных башни отвлекать. Все, призраки полетели. Так, одну башню снесли, вторую тоже. Для начала сгодится. Тут маленько магов. Тут маленько магов. Ну и что там у нас по магам? Осталось шесть штучек. Можно вот здесь рассадить их. И орлов тоже здесь. У врага еще остался один зекурат. Вот наш лучник, наш точнее гном-стрелок его уничтожает. Три пушки еще у врага. Ну, три пушки отличены сейчас на энта. Пока энт танкует, наши войска их стараются уничтожить. Давайте, ребят, только быстрее. Энта, он ведь тоже не вечен. У нас девять секунд до конца сражения. Четыре. Ну, почти все снесли. Чуть-чуть не успели. Итак, общий итог. Так, а это что такое? Какие-то сорок штук чего-то, сорок камушков. И полтора миллиона золотых. У нас теперь опять максимум шесть миллионов в казне. Так, а вот это что за здание? Хранилище артефактов. Иногда в город приезжает ярмарка редкости. Там можно приобрести артефакты, постоянно влияющие на твое поселение. Да, я что-то читал, что сейчас какое-то обновление идет. О, кстати, завершите все миссии на карте мира. 41 из 45. Мы уже так далеко продвинулись. Получим какие-то награды. Завершите все миссии на карте мира на 3 звезды. 39 звезд, да, и 45. Слушайте, ну неплохо. Хотелось бы какое-то открыть достижение. Ну и, похоже, по миссии мы уже почти что близко к выполнению. Так, а что касается... Вот она, ярмарка. Здесь можно приобрести артефакт. Пламя угара. Плюс 5 процентов к урону воинов по защитным сооружениям. По-моему, очень неплохо. Только надо рун целую тысячу накопить. А мы только 40 за раз, да, получили. Ну, нелегко, конечно, будет. И, скорее всего, я опять не выполню это задание. Я обычно, знаете, не люблю, как говорится, на жопе волосы рвать, чтобы что-то выполнить в срок. И для этого там ни спать, ни есть, ни мыться. Ну и вообще не люблю усугублять слишком часто играть в одну игру. Давайте для начала мы сейчас маленько стены прокачаем. Две штучки. И поставим на улучшение наш штормовой шпиль. Чтобы вот такие вот враги, как в прошлый раз с орлами, нас так легко не брали. Сейчас мы, правда, будем очень уязвимы для врагов, пока наш шпиль не улучшится. А улучшаться он будет очень долго, целую неделю. Но деваться особо-то и некуда. Ну и за кадром я также закажу сейчас войска. Буду на кого-нибудь нападать, скорее всего, мстить моим обидчикам. Но этого вы уже не увидите, потому что наш выпуск подходит к концу. На этом у меня все. С вами был 11.1. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока.